Авангард начал осторожно. Победа в матче была на вес золота. Потеряв уверенность в собственных силах, а мячи опасались даже Новокузнецка. Напряжение достигло своего апогея во втором периоде. И гости пропустили атаку черно-красных. Набирающий форму Попов выдал отличный пас Пережогину. А когда через две минуты Иванов удвоил преимущество хозяев, казалось, Авангард наконец нашел свою игру. И голы в сетку металлургов посыпятся один за другим. Но не тут-то было. Несмотря на то, что школа покинула расположение ястребов, ошибаться по-прежнему есть кому. 2-1 и резкие высказывания Петри Матикайнена. Несмотря на то, что мы выиграли, я недоволен. Нельзя так терять концентрацию. Некоторые игроки не соответствуют требованиям нашего клуба, так что, возможно, будут дальнейшие кадровые решения. То, что они необходимо, убедила концовка матча, где металлург смотрелся предпочтительнее и мог вообще увести три очка из Омска. Петри объяснил это короткой скамейкой Авангарда. Хотя вот так выглядит скамейка запасных гостей. Три невысоких хоккеиста 94-го года рождения. А очков в копилке команды больше, чем у нас. Главное, чтобы не было травм. Так все стараются. Воды, молодежь тоже вся бьется до конца. Получается, сбивает. У нас так нормально. Видимо, для повышения ответственности своих хоккеистов Петри поставил у скамейки запасных Авангарда велотренажеры. Но забил в овертайме тот, кому такие меры устрашения не нужны. Белов уже не первый матч пытается тащить команду на себе. В этот раз у него получилось. Гол в овертайме и долгожданная победа. Владимир Казанин, Александр Рябцев, ГТРК Омск.